Вот вставайте пока, куда не ходите, все, утонете. Там все засосет и все из головы. Я здесь вот купил дом, восьмой год живу. Ну была вода, подходила вода, но не в такой степени подходила. Ну карьер полный, во-первых, карьер полный. Все, вода с карьера уже пошла на Кирпичную улицу и там по следующим улицам вода. Уже она в карьере вода не держится. Ей куда-то надо деваться. Вместе с Виктором Владимировичем Григорьевым осторожными шагами мы прогуливаемся по его огороду. Для нашей съемочной группы пенсионер подготовил высокие резиновые сапоги. Впрочем, и их недостаточно, чтобы безопасно обойти все владения. Пострадало все. Овощные посадки, строения и домашний скот. Вот здесь все затоплено сейчас. Что здесь было у вас? Ну я держал курочек, держал уточек держать. Этот год ничего не брал. Невозможно держать. Погреб затопило. Весь погреб затопило. В погребе ничего не храните? Нет, ничего. А что сейчас? Все вытащили туда. Вода там стоит. Вот. Клетки все позатопило. Все. Этот год ничего не брал. Никаких животных, ничего. Хотя нам на пай дают верно. Не пришлось взять. Вот из-за этой воды. Куда я их девать буду? Помыться для Виктора Владимировича и его семьи теперь тоже задача практически нерешаемая. Ведь вода добралась и до бани. И вроде люди на этой улице уже привыкли к подтоплениям. Дело-то обычное. Весной тает снег, летом идут дожди. Но глядя на то, как сейчас вода медленно, но верно подбирается к дому, пенсионеру уже становится страшно. И ведь конкретные предложения по решению этой проблемы у него есть. Осталось лишь найти тех, кто поможет с финансами и техникой. Можно трубу под асфальт пробить, как газовщики делают. Это уже на высоту. Да. Или можно перекопать, на крайнем случае. Углубить канаву и пустить эту воду в Махнаткин-Калан. Это самая конкретная была бы вещь, по идее. Ну, вы видите сами, вот видите, морковка здесь, а тут нет. Где, наверное, влаги много, кол воткнула вода. Ну что, если еще дожди пойдут, ничего не будет в этом огороде. Я думаю, так. Чеснок выдергивали там, он пропал уже. В Натарске Виктор Владимирович живет меньше 10 лет. Вся трудовая деятельность его связана с сельским хозяйством. И потому еще больнее смотреть на то, как человек лишается того, чем занимался всю жизнь. Вы говорите, были куры, утки, а более крупный исход у вас есть? Нет, более крупного нет. И не держали? Свиней держу. Свиней держу. Сейчас, и сейчас свиней держу. Они скоро уплывут, наверное, у меня. Тоже там. Да, может, уплывут они там. Как говорится, шутка смешная, а ситуация страшная. Виктор Владимирович предвидел подобную ситуацию и потому несколько лет назад поднял свои строения с помощью труб. Не помогло. Карьер, в которой по логике должна уходить вода, наоборот, сегодня является главным источником проблемы. У нас здесь вот прокопан тоже карьер. Она в следующий карьер уходит, вода. А там уже стоит. А сейчас этого карьера наполнилось. То есть карьер тот наполнился, этот наполнился. Уровень держит воды и все. Еще, может, грунтовая даже идет. И все. И она никуда не уходит. Ведь беда это ни одного человека и даже ни одной семьи. Практически всех, кто живет на улице Кирпичной, так или иначе, коснулась эта проблема. Вода в огородах, постройках и в подполах. Вода есть. Стоит уже целый лет. Весной больше было. Но сейчас где-то сантиметров пять. И не уходит. Уровень держит. Получается, на всей улице такая проблема. Да, везде, везде. И огороды так у людей затоплены. На воздух сырой, в доме вечером заходишь сырой. Воздух вообще сырой. Зимой, ладно, еще стены как-то отапливаются. А летом мы сейчас не отапливаем. А сырость. Надо прокапывать канавы когда-то. Ну, у нас одно время уходила вода по Кирпичной, потом на Восточную, на Советскую и на Восточную. С Восточной уже по Октябрьской и в канал уходила. Но сейчас там все забито, все мостики, все канавы забиты. Жители Кирпичной уже обошли не одну инстанцию. С бумагами, заявлениями и собственными предложениями по решению проблемы. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Обвинять мы никого не обвиняем. Просто это нам помощь надо. Вот я вас прошу, чтобы вы посодействовали. Нам помогли в этих вещах. Пожалуйста.